всем доброе утро и очень сильно надеюсь что меня хорошо видно и хорошо слышно всем по крайней мере я ориентируюсь по своим настройкам и вроде бы меня должно быть слышно я давайте буду так вас просить если какие-то будут сбои то вы там пишите минусы минусы если все будет нормально то значит нормально спасибо большое и так я должна была бы конечно отключить все вот эти настройки не видеть там кто присутствует кто пришел кто не пришел потому что это немножко ну на самом деле вроде ответственность не такая большая потому что проводишь такие мероприятия каждую неделю а может и несколько раз в неделю но все равно чувствую что это заявка на на что-то большое потому что название этого нашего мероприятия которое мы проводим сейчас по утрам называется марафон успеха вначале я скажу честно не хотела в нем участвовать потому что я считала что у нас очень много партнеров которые не так давно пришли им хочется заявить о себе они хотят сказать свое слово чтобы их услышали увидели но потом подумала что наверное это будет не совсем правильно потому что я сейчас постараюсь но просто успокоиться вам немножечко поделиться теми мыслями которые у меня вообще-то есть на эту тему может быть это не совсем получится марафон успеха ну как получится так получится смотрите ну вы уже все знаете меня потому что глядя там все-таки заглянула в список кто присутствует и вижу что здесь в основном структура германии присутствует и эти люди они меня почти все знают потому что там приходилось встречаться на семинарах и так далее но тем не менее скажу что я не просто любовь вильман не просто корпоративный директор компании апель нахожусь здесь два с половиной года время пробегает так быстро даже прямо не можно невозможно поверить но это так совсем недавно я кажется пришла в эту компанию и совсем недавно переживали все эти моменты когда еще было не совсем все обустроено когда хотелось чтобы компания стала на ноги а мы очень уцепились за этот продукт но все это уже пережили все вроде бы как бы уже устоялось чем очень сильно рады и оглядываешься это уже два с половиной года когда я первый раз на открыла свой бэк-офис там есть такая функция вы все знаете да бинар текстовый вид и я увидела только одну строчку я одна стою мне это было так ой опять и когда это у меня там появится наверное конечно появится у меня команда но все равно я такой человек не не летающий в облаках все время воспринимаю все реально и мне казалось ох 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 когда же это появится у меня там действительно уже больше людей почему я вообще через эти мысли прошла потому что я в компании и пель не новичок перед тем как сюда попасть я уже прошла много компаний и наверное кому-то окажется ой я прошла много компаний это что-то наверно со мной не так надо же как нас учили еще в свое время в советском союзе ты куда-то пришел так ты до самой смерти здесь должен оставаться но на самом деле все не так выглядит компании в нашей жизни появляется для каких для решения каких-то вопросов для осуществления каких-то целей и так же само было с моей компанией и пель сюда мы попали ну я думаю что может быть по случайности а если сейчас я проанализирую вот это вот как бы сказать события то наверное это не случайность потому что на тот момент я очень сильно хотела чтобы в моей жизни все таки еще появилась какая-то компания которая бы воплотила все те чаяния и надежды которые я имела когда была в других компаниях но не смогла их там осуществить это были разные моменты в каких-то компаниях не работал маркетинг он в общем то был теоретически составлен но заработать денег там не представлялся возможным разве что только на бумажке и на каких-то там расчетах в каких-то компаниях не было хорошего лидерского корпуса ты пришел и ты должен был как торпеда что-то делать сам ну сколько ты можешь ты делаешь в конце концов не имея поддержки ты все равно ну не не удается тебе достичь своих целей но были самые разные причины поэтому я как-то в надежде еще было хотя оглядывая рынок я понимала ничего достойного нет ничего достойного нет все одно и то же там уже все проходили это уже все было и ну вот так случилось что мы мои люди то все знают наши из нашей структуры я уже раз об этом на тот момент в апреле месяце шестнадцатого года у моего мужа разгорелась на полную его аллергии с которой он уже давным давно мучился и мы нашли только один выход делать ему укол и этого укола хватало на год и когда выяснилось что один укол уже не хватает что теперь надо уже делать два укола стало страшно и после посещения врача выяснилось что у него еще и сахар образовался высокий поднялся чего он абсолютно не ожидал и все это привело его в тихий шок и надо же так случится вы же понимаете что ничего не бывает случайного и на тот момент наверное так должно было случиться позвонила оксана шнайдер и сообщила мне об этих конфетках она сказала о том что есть вот такие конфетки там они для похудения я подумала почему для похудения зачем я вроде бы не ищу ничего для похудения но пока она мне рассказывала я быстренько нырнула в интернет и посмотрела что там есть продукты и не только для этого есть и от аллергии есть и от сахара и вот это было наше начало я взяла просто продукт бизнес я вам сказала что я где-то в тайне мечтала что что-то появится такое но в данный момент я не думала что это как раз тот самый звоночек я просто находилась в другом бизнесе так состоянии такого тихого застоя и думала что мне этого достаточно и вот когда компания и пель предстала передо мной сначала в интернете сначала я трое суток наверное ну не суток а три дня до глубокой ночи просиживала в интернете прочитывала все что там можно было найти задавала себе вопросы искала на них ответы я смотрела видео которые вызывали у меня естественно доверие и кое-какие материалы даже начала конспектировать и я уже в этот момент я поняла что я в этой компании наверное буду работать несмотря на то что я сделала покупку покупка должна была мне еще каким-то образом прийти из россии потому что вы знаете что в то время у нас не было продукта еще абсолютно не пробуя ни одной конфетки не держа в руках не 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 этой коробочке и ничего такого я уже начала работать я уже начала приглашать моих первых партнеров и к тому моменту когда мне привезли мою первую посылочку первый мой пакет к этому времени у меня уже была маленькая но структура эта структура уже начала расти 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 и для чего вернее для этого достаточно было той информации которой заполнен сегодня интернет в том числе youtube я поставила перед собой такой вопрос если этот продукт действительно работает как о нем говорят и пишут везде но в частности как сама компания пишет значит должно быть в интернете в ютюбе по крайней мере очень много информации потому что вы прекрасно понимаете сегодня каждый человек сам себе артист сам себя снимает и и выкладывает естественно сразу мировую паутину все свои эти записи я думаю значит должно быть я не ошиблась я увидела что просто полным полно всяких видео роликов где люди рассказывают о своих результатах и и когда я несколько из них хотя бы посмотрела мне стало понятно что столько людей одновременно придумывать и врать по крайней мере не будут наверное все таки этот продукт действительно работает все вопрос о том будет продукт работать или нет уже теперь не стоял и я включилась плавно в работу я вам уже сказала что я прошла много компаний и я прекрасно понимала что когда ты переходишь от от из одной компании в другую ты обращаешься в первую очередь к тем же людям которым ты уже обращался раньше и то же самое предстояло мне в этот раз и когда такие такой выбор предстоит и когда такое решение принимаешь ты понимаешь что сейчас пойдет с обратной стороны сопротивление а ты уже опять что-то новое сейчас ты опять что-то будешь нам предлагать ты же уже там была ты уже же там была вот недавно мы слушали женщину которая рассказывала о том что где-то пребывала на в других каких-то проектах и это ей показалось как затруднительным что нужно идти дальше по своему рынку я же совсем другого мнения придерживаясь и так как я по каким-то вот ну только небо наверное известным причинам моментально раскрылась на встречу этому бизнесу на встречу этой компании для меня уже не стоял вопрос что я там как-то стесняюсь что мне как-то неудобно сказать что я там буду думать что обо мне скажут этот вопрос вообще у меня не стояло мне нужно было только подать информацию что я зашла в эту компанию и вот сегодня я намерена но если мне даст бог хорошо справиться с моим волнением рассказать именно как происходило это у меня потому что я все чаще и чаще наблюдаю что люди убегают куда-то в теорию начинает какие-то там я не знаю умозаключения там и всякие разные построения выдумывать на самом деле все очень просто и когда я принимала решение и ну такое внутреннее решение что я буду с этой компанией я понимала что я настолько созрела что я настолько готова что я уже столько знаю я столько могу что я просто буду готова помогать другим людям которые еще пока этого не понимают ведь многие приходят кто-то в первый раз приходит кто-то там где-то наломал дров во второй третий раз приходит но многие люди не знают не умеют того чего знаю и умею я почему я должна этого стесняться я обязана просто пойти и помочь людям я просто никаких не имела даже никакой тени сомнения в этом почему я об этом сейчас говорю потому что в других компаниях когда я приходила я себя так ощущала но я же новенькая еще я же здесь еще ничего не знаю а они-то уже все знают они там чего-то такое рассказывают они там этот маркетинг рассказывают во многих компаниях этот маркетинг изучала сверху донизу вдоль и поперек мне казалось что я его вроде как бы знаю понимаю но на сегодняшний день оглядываясь назад я понимаю что я там ничего толком не понимала то что я здесь сейчас могу и понимаю и чем я могу помочь людям и так как происходил мой постепенный плавный наверное может быть довольно таки быстрый вход в эту компанию я хотела бы с вами тоже поделиться может быть даже начну с того что и это это уже теперь опыт накопленный где-то этот опыт мешает двигаться потому что он как вот здесь вот этом видеоролике говорится как те тараканы которые подсказывают тебе не иди туда там можешь упасть не иди туда там с чем-то столкнешься а где-то наоборот этот опыт тебе говорит давай действуй ты же это все знаешь ты же это все можешь и зная что люди пришли в сетевой маркетинг и они думают что они сейчас здесь должны работать и научите меня работать что я такого должен делать я сегодня всем говорю и еще раз готова повторить что сетевой маркетинг не работа и он даже не бизнес как таковой на самом деле сетевой маркетинг это просто образ жизни это образ жизни которым мы живем и просто вовлекаем в этот поток тех людей которые достойны быть рядом с нами те которые готовы быть рядом с нами сетевой маркетинг всегда сопряжен с продуктом это неправда что неважно какой там продукт главное идите на бизнес это неправда и по крайней мере большого успеха таким образом не достичь потому что люди всегда оглядывается на то а какой продукт двигает эта компания работает ли этот продукт нужен ли он востребован ли он и и зная о том что продукт работает мы укрепляем уверенность и мы спокойно свободно можем говорить об этом дальше когда мы получили свой первый продукт вернусь снова к этому и первая конфетка которая называется альт у моего мужа вызвала такой такую реакцию когда он сказал кажется твой продукт работает потому что он почувствовал что этот продукт действительно сработал это настолько не просто укрепляет уверенность это буквально тебя поднимает как будто такой поток воздуха это такой взлетаешь да ты что правда что ли тебе теперь легко и спокойно и свободно можно об этом же говорить другим людям ну а когда ты видишь что работает бизнес когда ты видишь что действительно компания не просто написала какой-то красивый план с какими-то процентами там бонусами и разными другими делами а это все на самом деле приносит тебе доход это твою энергию которую ты затрачиваешь затрачиваешь возвращает в виде денег назад когда эта энергия тебя наполняет и радует и когда ты говоришь об этом другим людям вот и все вот и весь секрет работает продукт ты двигаешь этот продукт спокойно и уверенно работает бизнес ты говоришь об этом людям потому что на сегодняшний день да и наверное всегда вот финансовая сторона вопроса она так же важна очень много семей которые делают вид что они крепкие что там царит любовь и взаимопонимание на самом деле трещат по швам потому что и скрепляются какими-то такими обручами там как церковная это самое венец или может быть в загсе печать или что-то еще на самом деле нехватка финансов невозможность решить какие-то материальные вопросы это приводит многие семьи к краху между прочим и это ни для кого не секрет почему мы должны стесняться этого вопроса некоторые люди наоборот делают больше упор только на продукт и боятся говорить о финансовой стороне вопроса ой как то это да ну деньги что я буду думать о деньгах мне самое главное что продукт работает да не самое это главное это одна из важных сторон но и вторая сторона тоже важна вот так вот у меня из одного человечка которым была я очень быстро стали появляться новые и новые строчки в моем текстовом виде в моем бинаре в бэк офисе и стала появляться расти команда она именно на моей уверенности росла я всем своим людям всегда говорю независимо ни от чего каким бы вы там умным там смелым лихим или еще каким то ни были обязательно вы должны иметь список контактов этот список контактов я пишу всякий раз я должна признаться что у меня как я уже сказала много было компаний в которых я начинала работать и работала и ни в какой компании я не работаю плохо если я принимаю решение что я буду здесь я отдаю все ну если я не получаю назад то соответственно я ухожу но в каждой компании я пишу свой список меня этому научили этому я стараюсь тоже людей научить и вот в этом списке появляются сначала те люди которым ты доверяешь и которые точно тебя поддержат в первую очередь я не пишу какого-то про прохожего по улице человека которого я сто лет не знаю и мне вообще не интересно что там у него за дела а в первую очередь это вокруг меня все-таки близкие люди некоторые говорят что не хочу начинать я хочу делать бизнес но я не хочу начинать со своего круга потому что меня никто не поддержит за мной никто не пойдет да и потом вот так скажут вот так скажут это огромная ошибка это огромная ошибка потому что есть такое понимание ты получил какую-то информацию она тебе пришла по какому-то поводу или по какой-то причине и ты готов этой информацией поделиться и ты задаешь сам себе вопрос так кому я сейчас хочу об этом сказать вот я узнала что есть такие конфетки от боли от аллергии от сахара от проблем с суставами для сердца для ну вы знаете сами да все вот эти 14 цветов я понимаю что это настоящая бомба так кому я хочу об этом рассказать и ты задаешь себе вопрос а я даже прошу своих партнеров не просто его задать а взять ручку и листочек а еще лучше тетрадь завести сразу для работы в нашей компании разлиновать ее и сделать из нее такую табличку из трех колонок и в каждой записать прям письменно прям вот так как вот она звучит такую фразу или вопрос кого я люблю запитая и кому я хочу помочь поправить здоровье все у вас больше не будет никаких сомнений смятений вы просто быстренько напишите целую колоночку людей имен которых вы любите и вы хотите им помочь поправить здоровье они могут по разному отвечать но когда они отвечают это они уже перенимают ответственность за решение этих вопросов на себя а вы сделали все возможное чтобы помочь им эту проблему решить понимаете да вот поэтому в начале появляются люди вокруг тебя которые тебе близки не появляются какие-то чужие люди на первых позициях у нас в нашей структуре появляются наши близкие и хорошо знакомые люди во вторую колоночку нужно записать такой вопрос кого я знаю запитая и кому я хочу помочь поправить финансовое положение здесь не обязательно что вы их любите но вы их знаете и вы знаете что эти люди ищут возможности эти люди ищут подработку ищут заработок они работают в одном месте и куда-то еще бегают там или подряжаются на какие-то разные там занятия задания лишь бы только заработать дополнительные средства вы видите что люди занимаются в каких-то компаниях может быть даже сетевых или около сетевых компаниях об этом тоже не трудно узнать да к вам приходят к вам звонят вас приглашают и так далее на разные презентации на разные там встречи и прочее вы знаете что эти люди работают но вы думаете нет этому то я человеку ничего не скажу он же занимается или она же занимается она вот в такой-то фирме работает я вас уверяю можете смело спокойно вписывать этих людей в этот список во вторую колонку потому что эти люди не зарабатывают они не зарабатывают они просто делают вид что они зарабатывают во многих компаниях учат еще этому делай вид что ты зарабатываешь пусть все думают что у тебя корона на голове что ты там я король я королева как нас учили сядь там в такое красивое кресло сфотографируйся вот так что имейте в виду они может и сели сфотографировались но вы знаете что деньги им нужны потому что никакие компании на самом деле денег не платят и в третью колоночку вы пожалуйста запишите такую фразу кого я хочу видеть в своей команде там может быть немного людей это может быть ну хотя бы пять три может быть даже если один человек которого вы знаете как умелого талантливого способного в этом профиле работать как человека который может быть даже занимается успешно в какой-то компании но вам бы хотелось чтобы именно он пришел в вашу команду и вот такого человека тоже нужно поставить сюда потому что существует еще целая система работы которая поможет вам пригласить в команду и этого человека я вас уверяю что если у вас такая цель стоит то это получится и вот из этой таблицы в которой в начале может быть имен двадцать может двадцать пять у вас вырастет огромная команда конечно все компании призывают ну когда они там обучают своих людей партнеров они призывают писать списки большие и сто там и триста и так далее исходит это из того что мы знаем много людей и нормальный здравомыслящий человек со здоровой психикой у него очень много контактов но когда он начинает выборку и составляет этот список он начинает в голове сортировать он уже за этих людей принимает решение и не думайте что я не отношусь к этим вот людям которые так делают и я тоже когда думаю о человеке у меня уже сразу лезет мысль в голову этот не пойдет он мне вот так скажет он вот это вот делает он сейчас не захочет вот когда мы составляем список это мы еще не звоним пока мы только список составляем что вам мешает что бумага не терпит что ли или ручка плохо пишет пишите всех про кого вы вспомнили про кого вы подумали о ком вы сейчас думаете что надо здоровье ему поправить этому вы можете помочь поправить финансовое положение а этого человека вы просто хотите иметь в своей команде и записывая их вы практически готовите плацдарм для ваших дальнейших так сказать атак вы теперь хотите свой список в этот в текстовом виде все время увеличивать вашу команду растить и из этого списка те люди появятся зная о том что как я уже вам сказала что я побывала в других компаниях и зная о том что как люди скептически относятся к этому у меня вдруг первый раз за все время более 20 лет что я занимаюсь в этом в этой сфере первый раз ко мне пришло твердое решение и уверенность что в этом нет ничего такого если я работаю я никогда не работаю с плохими продуктами если я начинаю в какой-то компании работать я точно знаю что такого продукта они больше кроме как из моих рук нигде не получат если люди уже один раз из моих рук получили хороший продукт почему я должна какие-то ограничения иметь чтобы предложить им еще раз и почему они должны сомневаться что я им принесла опять хороший продукт если они меня знают как хорошего порядочного человека почему они должны меня оттолкнуть ну все вот такие какие-то произошли наверное там реакции в моем мозгу что позволило мне сделать первые шаги я уже сказала что первые люди первые партнеры у меня появились еще до того как я получила свои продукты как я это делала ну во первых я конечно позвонила своему ближнему кругу знакомым людям зная что они меня всегда поддерживают наверное поддержат и на этот раз почему бы нет потому что ну предлагала ли я им только здоровье поправить честно скажу потому что я подавала им эту всю тему в комплексе говоря о продукте я тут же говорила что с этим продуктом работать можно что хороший маркетинг план и есть хорошие возможности вот так вот но однако но однако были еще люди которые которые которым нужно было дополнительно все это объяснять и даже может быть убеждать я работаю давно уже с 2008 года с одной социальной сетью которая называется одноклассники некоторым кажется что это ох что то такое одноклассники ты там же только не знаю кто сидит нет там сидят нормальные люди с этими одноклассниками я построила уже вперед один бизнес к сожалению эта компания не сумела пробиться на рынок в германии и нам пришлось прекратить с ней работать поэтому это нормально и я знала что там у меня много 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 контактов много моих знакомых много людей которые просто по предыдущему бизнесу меня знали и как то я должна им была об этом сообщить и тогда я только заказав свой первый пакет этот пакет был большой в котором должно было присутствовать 54 коробочки продукта и как я уже сказала еще даже не пробуя этот продукт я стала писать такие вот знаете как вот пинг-понг играет или как допустим с ракеткой это как он называется ну даже в тот же самый теннис когда я только делаю посыл и я жду ответ если я получила ответ я делаю следующий посыл я просто так не забрасываю людей какими-то текстами зная что люди даже читать не станут а возьмут это все удалят или просто проигнорируют я написала такие сейчас я не могу уже там в деталях вспомнить может быть даже как это все примерно выглядело не примерно примерно то я знаю как в деталях я написала им так слушай привет как дела? как там у тебя здоровье ну и там как работа как здоровье чем сейчас занимаешься если я вижу что человек мне отвечает да все нормально там то 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 а как у тебя дела и тут я поэтапно по кусочку начинаю сообщать ты знаешь я тебе хочу снова сшибательную новость сказать я нашла еще одну компанию новую компанию и даже я тебе скажу больше я в нее вступила и когда я это пишу я даже представляю что человек читает и какие у него есть мысли и предвкушая эти вопросы которые он хотел бы мне задать а потом он не может сразу задать он же только читает и я дальше ему говорю и ты даже себе представить не можешь я не просто туда вступила я даже вошла на большой пакет великолепные продукты я такого никогда не видела это такие конфетки ты знаешь как пул барбариски это конфетки от разных проблем и ты берешь эту конфетку рассасываешь и твои проблемы вместе с ней улетучиваются представляешь я просто в полном восторге и я заказала большой пакет ответ Люба ну ты молодец ну ты молодец ты еще в одну компанию вступила то есть здесь уже не последовали после этого такие какие-то подковыристые фразы а поступил такой ответ ну ты молодец включил я это вступила ну ну хорошо но я там вступать не буду нет я не буду вступать я уже ничего не хочу делать уже все ничего не получается никто ничего не хочет но попробовать бы продукт я хотела я пишу Ты знаешь, я могу тебе дать мой продукт попробовать. Одну-две коробочки, если хочешь, могу тебе прислать. По той цене, по которой я сама получила, естественно, могу тебе уступить. Только скажи, какой тебя сорт интересует. И, наверное, вот эта вот ключевая фраза была сразу. Не просто, я тебе готова это все отдать. Даже если хочешь, я тебе весь пакет отдам. Такого я, конечно же, не говорила. Сказала, я тебе могу одну-две коробочки уступить. По той цене, по которой я сама купила. Только скажи, какая тебя тема интересует. Какой сорт. И если человеку, я уже напоминала там, какие есть, хорошо. Если не говорила, то я еще раз напоминаю. Там есть от суставов, от аллергии, от боли. Там есть от депрессии, там от бессонницы. Ну, короче, зная примерно профиль человека, с которым я общаюсь. Я это все называю. И вы не представляете, это работало так, что у меня... Я это делала, я не знаю, на какой-то интуиции. Не потому, что я такая умная сейчас там, я точно знаю, как я поступлю. Вот какая-то интуиция меня подталкивала. И когда я видела, что это работает, у меня прям открывались глаза. Люди в ответ мне писали, ты знаешь, я бы хотела попробовать. Пришли мне, пожалуйста, от аллергии, пришли мне женские, пришли мне от бессонницы. И начинали перечислять. Я говорила, так, стоп, 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 я тебе могу одну-две коробочки. Ну, от силы три. И я еще не получила свой пакет. Как только мне его привезут, я тебе сразу сообщу и вышлю. Только напиши мне свой адрес. Вот то, что я вам сейчас рассказываю, вы можете брать себе и нотировать. Потому что это, это просто как раз и есть то, что называется работа, или бизнес, или не бизнес. И это работает, это функционирует. Только вы сами должны в это верить. Вы в это верить должны, как поверила в это сразу я. Люди мне стали писать адреса свои. И я стала составлять вот с такими растрытыми глазами в тетрадке список. Так, этот хочет такой-такой продукт, этот хочет такой-такой, этот такой-такой. И мне стал расти список. И там примерно у меня уже, подходя, набиралось, наверное, коробочек 18, которые люди хотели забрать. Не желая вступать. А я-то, когда им это писала, я-то рассчитывала, что они вступят. Но мне как-то Бог дал такого разума, что я не стала давить. Я не стала перетягивать куда-то. Окей, хочешь попробовать, не вопрос. Попробуем. И после этого, через какое-то время, достаточно непродолжительное, о чем я тоже очень-очень не перестаю удивляться и выражать благодарность тем людям, кто помог мне это сделать, я получила свой пакет. Прошло непродолжительное время, когда Люда Полих, она тоже здесь, по-моему, присутствует, привезла мне этот пакет. Я стала рассылать тем, кто просил. И вижу, что у меня продукта остается уже самой, как говорится, не очень тогда много будет. А мне-то нужно было, когда же я теперь получу следующий, коль мы его должны были из России получать. Это я опять кого-то должна просить, чтобы мне привезли продукт. Я сказала, так, стоп. Так, дальше я не делаю. Дальше я стала по-другому поступать. Пришла ко мне женщина с денежками. Она принесла деньги для того, чтобы купить у меня, как она по телефону договорилась, от боли там и от чего-то еще, и от чего-то еще. Она приносит. И я ей говорю, ну вот смотри, я могу тебе сейчас эти отдать. Ты их скушаешь. У тебя получится результат. Ты увидишь, что продукт работает. И ты захочешь снова эти продукты иметь. И тогда ты наконец-то вступишь. Потому что где мы продукты берем? Мы просто подписываемся в компании и там заказываем. И когда ты вступишь, ты первый пакет свой купишь опять по розничной цене. Значит, ты два раза это заплатишь. А я тебе предлагаю сейчас. Вот смотри, давай мы тебя сейчас зарегистрируем. И ты на эти деньги просто возьмешь хотя бы маленький пакет себе. И затем ты уже будешь покупать, ты уже будешь партнер и будешь по партнерским ценам покупать продукт. Это было, конечно, трудное решение для человека. Куда-то ее опять зовут, куда-то вступает она. Но это был партнер, который зашел, первый партнер, который у меня зашел на 200. Ну и вот так вот оно пошло дальше. Когда я это сделала, я поняла, что и это функционирует. Мне стало это делать легче. Я поняла, что именно вот так я должна двигаться. Даже те люди, которые у меня взяли первые продукты, я им выслала на пробу. Я все-таки их убедила, что они должны таки вступить. Потому что теперь они могут эти продукты иметь дешевле. И так пошло-поехало. Но, однако, хочу также еще сказать, что большую роль в том, что у меня из одной меня на сегодняшний день получилась команда почти в 1200 человек за два с половиной года. Я считаю, что это достаточно много. Ну, по крайней мере, столько много. Вот так вот своими руками я еще ни в каком бизнесе не создавала. И это меня, конечно же, очень впечатляет. И большую роль сыграло то, что я увидела, что работает бизнес. Как это получилось? Когда я пригласила этих своих первых людей, я зашла как даймонд на пакет 3000. Вы знаете, что это имеет преимущество открыть три ветки. Конечно, о трех ветках я пока не думала. Там я видела в компьютере две дырочки, две головы такие, куда я должна была поставить партнеровые. Вот я поставила. В одну сторону у меня стояла Лена Савина. Она сейчас не делает ничего. Мой первый самый партнер. Во второй веточке у меня встала Неля Дитшпиц. Следующая в этот же день буквально сказала, да, Неля Ляймен. Куда же я должна была ее девать? У меня-то всего только два места, и они уже заняты. Так, я поколебалась, поколебалась и поставила на то место, которое было Дитшпиц. То есть я начала ставить в одну ветку, так? Подставлять людей. Потом, когда пришла Галя Хорнштайн и сказала, что она хочет зайти, и она зайдет, как и я, на большой пакет, я подумала, ну, я за это время там подсчитывала этот маркетинг-план, хотя его сильно не понимала и не разбиралась. У меня, когда я читаю вот эти голые цифры, какие-то там проценты, это мне вызывает, извините, тошноту, подкатывает и кажется, ой, опять какие-то там проценты, потому что я знаю, что за этими циферками потом ничего не стоит. Ты должен выстелиться, выложиться весь и ничего не зарабатывать. Поэтому, не знаю, отторжение какое-то было. Но глаза-то видели, все равно я это читала. Думаю, да-да-да, что-то там говорится про то, что самое выгодное – это ты должен зайти на даймонда, потому что у тебя там три ветки, потому что у тебя как-то так хорошо все должно получиться. Ну, я, конечно, уже и в бинарных компаниях работала, то есть не совсем я такая там полный нуль, да. Я-то это понятие имела, но только в каждой компании все равно немножко по-другому. И я поставила тогда Галю в третью ветку. Я быстренько написала в компанию, откройте мне, пожалуйста, третью ветку. Поставила ее в третью ветку, и у меня начали эти три ветки расти. Что я вам скажу честное, пионерское? Что нужно, если вы даймонд, если у вас есть возможность три ветки открыть, и если вы не человек на необитаемом острове, если у вас есть контакты, если вы уже, ну, хотя бы последовали вот моему совету и написали какой-то хоть небольшой список, начинайте ставить в три ветки, начинайте в три ветки ставить. Пока маркетинг-план такой, пока маркетинг-план это дает нам, это наше преимущество, почему мы им не должны пользоваться, зачем мы тогда зашли на большой пакет? В принципе, можно и не на большой заходить, только из-за группового бонуса, что ли. Понимаете? И что тут тогда ты делаешь? Ты просто людей, которые к тебе приходят, ты их бросаешь туда, 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 пока вдруг неожиданно не обнаружится, мы же никогда не знаем, кто пришел. Некоторые люди приходят, они, кажется, семь пядей во лбу, и они там везде бывали, они все уже умеют, они какие-нибудь лидеры, или они где-нибудь еще работают или работали, и мы на них такую надежду возлагаем, а они ничего не делают, они просто, так сказать, завяли, выпали в осадок и отсортировались. Мы никогда не знаем, что произойдет из наших партнеров, которых мы вообще привели, они еще никакого опыта не имеют. И вдруг они почувствовали, что здесь такое, и они вкусили вот эту вот радость, что продукт работает, что все функционирует. И они пошли, 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 и у вас какая-то ветка вырывается вперед. Все, эта ветка вырывается вперед, вы работаете с этими двумя точно так же, и вы начинаете зарабатывать. По крайней мере, меня никто не может переубедить, что я не права, потому что это позволило мне в первые же две недели, ну, о чем я тоже не сильно там знала и разбиралась, потом увидела, что это каждую неделю у нас тут приходит зарплата, наши бонусы, в первые две недели я вернула деньги, вложенные за свой пакет. Ну, вот представьте себе, да, что я построила, там несколько человек поставила, потом, естественно, этим людям стало помогать, чтобы и они начали людей ставить. То же самое начали делать они, кто-то успешнее, кто-то медленнее. Многие очень успешно начали двигаться, так же, как одна Неля, так же, как вторая Неля, начала Галя приводить своих людей. И вот так вот пошло-пошло-пошло. В первую неделю, во вторую неделю две тысячи мои, которые я вложила в пакет, были у меня на балансе. И когда я увидела, что я-то, ребята, я-то уже не просто вернула деньги, я ничего не потеряла, мне уже не страшно в этом бизнесе. Я еще и заработала, потому что, вы помните, у меня там был целый список, которых захотели эти продукты у меня взять, просто за эту же цену, как бы вернули мне деньги, которые я в пакет вложила, уменьшили количество продуктов. Зачем мне 54 дорогих продукта, когда я с первой же минуты могу покупать дешевые продукты. Ведь так же, да? Поэтому я всегда говорю людям, первый свой пакет за ту же цену ты можешь, конечно, уступить там понемножку другим людям, кто упорно не хочет вступать. И вот эти вот 800, примерно 700-800 ойр у меня уже были сверху заработок. И я поняла, что этот бизнес работает. Я могу об этом говорить дальше, я стала говорить об этом дальше. И я уже теперь была не просто там, где-то что-то начиталось, я уверена была, это функционирует. Я такой компании, ребята, не видела никогда. Я не хочу там какие-то дифирамбы петь, там всякие разные, понимаете сами, да? Я говорю вам реальные вещи. Первый раз в моей жизни компания, в которую я пришла, не забрала у меня деньги. Я внесла эти 2000, и я их назад через 2 недели получила. Я еще начала зарабатывать, и каждый следующий свой, не пакет, а каждую следующую покупку, которую я делала в компании, делаю до сих пор, я уже делаю с баланса. Я ни разу больше не полезла в карман или в кошелек для того, чтобы вложить в компанию. Я побывала уже на круизе в 17-м году, не поехала я в 16-м году. Конечно, можно было немножко напрячься и поехать, но у меня была такая внутри установка. Я не хочу вкладывать деньги из семейного бюджета. Если я заработаю здесь поездку, я поеду, а специально... Мне там не хватало парочку диамантов, сами понимаете, да? Ну, что такое парочка диамантов? Сегодня для нас уже таких ушлых раз-раз, и ты уже все, и ты поехал. Я этого не хотела. Но в 17-м году я была в круизе. Я была на мероприятии, которое называется Golden People, или как там по-английски, на дне рождения президента в Праге. Это удалось мне сделать настолько быстро и настолько легко. Это мы сделали даже вдвоем вместе с моим партнером Нелли Дитшпиц, потому что мы быстро поставили перед собой цель, и мы увидели, как это можно сделать, и только цак-цак. И мы среди самых первых, кто выполнили условия на эту поездку в Прагу. Кроме этого, конечно же, я посещала там многие другие события. Я была, безусловно, на пятилетии компании, про это чуть не забыла сказать. И эти все мероприятия, они только укрепляли мою уверенность и только помогали мне продвигаться. Вот здесь вот вы видите на этой фотографии, мы находимся в Москве на первом событии, которое называется Agio Seasons. Тогда мы сильно не понимали значения этого. Нам нужно было только его посетить, это мероприятие. Как только я вошла на большой пакет, буквально через короткое время я прочитала в чате сообщение о том, что если вы уже даймонд, вы имеете право поехать на это событие, потому что там только вот с диамантов, начиная, приглашают. Я подошла к своему мужу и сказала. Первый раз я не спросила его. «Витя, ты можешь там? Может быть, давай мы поедем? Ну, компания новая, может быть, давай мы посмотрим?» Я вот, какая-то такая внутренняя уверенность, я подошла и сказала. «Ты знаешь, там будет мероприятие в Москве, и мы туда поедем. Пожалуйста, спроси на работе, чтобы тебе дали отпуск, и мы туда едем». Тем более, что нам нужно было для теперь растущей, как снежный ком, нашей структуры продукта, продуктов не было. Нам нужно было опять-таки как-то доставить их из Москвы. И вот так вот мы попали туда. Правда, здесь на этом, на этой фотографии, вы можете немножко удивиться, мы, отнюдь, не в праздничном таком обличии находимся, потому что мы прилетели, а наши чемоданы нет. И когда мы пришли на это событие, я уже забыла, как там называется, это здание, где там все собрались, мы увидели такие праздничные, разнаряженные женщины в туфельках, в платьюшках, там все. И, а мы в дорожном, как в самолете летели, так и пришли. Ну, я думаю, что ничего страшного. Тем не менее, мы посетили это событие. И на этом событии я практически превратилась в глаза и уши. Я уже один раз говорила, что я, ну, не была там такая эйфорически заряженная тетка, которая прыгает и скачет, йо-йо-йо. Нет, я просто смотрела, я сканировала, что там происходит. Я наблюдала за теми людьми, которые там фигурировали на первом плане. Я в конце концов хотела увидеть этого президента, которого вначале-то я прочитала, когда вот входила в компанию, что это молодой российский предприниматель, молодой российский миллионер, который выкупил там этот патент и на основе этого патента создал свой продукт, свою компанию. Хотела посмотреть, что же это за такой. Я уже как-то где-то внутренне все это восприняла, но надо было посмотреть, кто же это такой. И когда я его увидела, мне было интересно, буквально я его буквально вот считывала, вот просто считывала глазами все это движение. Наших лидеров первый раз я увидела. Я смотрела, как они держатся, что они делают, какие... Ну, короче говоря, все вот это, потому что я уже пионерский возраст давно прошла. И большой опыт, он о многом говорит. Извините, я не могу свет выключить. И это позволяло мне только наблюдать, чтобы, не дай бог, я этот раз никуда в просаг не попала. Но я была уже почти уверена, что все нормально. Там я много интересного увидела, и оттуда я уже приехала, вернулась назад полностью фанаткой компании APL. И я только могла единственное делать, что продвигать так, как будто я здесь уже... Ну, не первый год, не только начала, а как будто я здесь уже много-много времени нахожусь. Вот здесь вот мы даже фотографировались с нашей Ниной Шашуковой. Потом мы там еще фотографировались еще с другими лидерами. Кого мы могли там выловить, кто там нас акцептировал. Правда, до сих пор они нас еще не знают. И очень часто, когда на меня смотрят, если я подхожу и хочу поздороваться, они так смотрят на меня, как будто человек, который тебя не видит, и говорит, ой, здравствуйте, а вы кто такой, я что-то о вас не знаю. Я говорю, ну, хорошо, еще узнаете. Так что все впереди. Вот здесь вот мы со своей командой, ну, не со всей, конечно, у нас было намного больше. Где-то 20 человек я вывезла на пятилетие компании в первый же год, вот в 16-м году. И здесь вот некоторые из них находятся. Белые ангелы, как я их называю. Естественно, это мероприятие, которое тоже всех потрясло и оставило неизгладимое впечатление. Для многих это был отправной момент. Люди стали думать и понимать, в каком месте они оказались, немножко лучше ориентироваться. Это моя первая сцена в этой компании, когда я была приглашена и получила своего золотого шмеля, чему я очень рада. Конечно, это было в честь, сделано в честь пятилетия компании, немножко с уступками. Я там не за один месяц 10 диамантов подписала. Мне было не так уж просто это сделать, потому что, как вы увидели, я приглашаю людей через продукт. Но, тем не менее, к этому моменту у меня уже их было 10, даже, по-моему, чуть больше. И я получила свое первое признание, чему я очень-очень рада. Кстати, здесь же я получила значок, подтверждающий, что я отношусь к стартим, правда, с одной звездочкой. Потому что на тот момент я уже была, через два месяца пребывания в компании, я уже стала корпоративным директором. И буквально через три дня стала корпоративным директором. И вторая женщина в нашей команде, мой партнер, Нелли Дитшпиц. А уже через месяц Нелли Дитшпиц подтвердилась, как корпоративный директор по маркетингу тоже. И стала корпоративным директором ее партнер. И таким образом мы начали укрепление своей команды. Не просто, но и что-то еще. Вот это вот один из кадров нашего пребывания на мероприятии Golden People в Праге. Это было великолепное мероприятие, на котором мы с мужем участвовали и сфотографировали здесь. Может быть, немножечко, чуть-чуть это было по времени не относилось. Там нужно было средневековые, 15-16 век, наверное, имелось в виду раннее средневековье. Но у нас получилось не раннее средневековье. То, что мы смогли, то мы нашли. Но мы были очень рады и счастливы, что мы находимся среди этих всех людей в нашей компании. Это кадр, который был запечатлен нашей съемочной группой, которая работает всегда с компанией, на эксклюзивном тренинге, который проводил Сергей Сергеевич для участников этого события в Праге. Это, скажем, тренинг президента или совещание с президентом, когда он каждому давал слово, и мы там чего-то говорили. Конечно, я была на многих событиях, но отношусь к участию в этих событиях несколько рационально. Поэтому поймите меня правильно. Потому что у каждого человека, который занимается каким-то делом, есть определенные цели. То время, когда я просто, как песчинка, которая попала в поток ветра, неслась, и только волосы развиваются, это время уже у меня прошло. Я просто отдаю себе отчет, в чем я участвую, зачем я это делаю, и какие цели у меня стоят. И, соответственно, по мере возможности. Вот здесь вот мы принимали участие во встрече с Евгением Новиковой, которая прилетала в Германию. И вот эта встреча состояла здесь у, по-моему, Ирины Войтюк и Татьяны Янциной. Вот они организовывали, мы к ним ездили на другой конец Германии. Здесь вот Евгения Новикова здесь находится. Ну и так далее, и так далее. То есть таких событий очень много. Это фото с нашего шестилетия компании, когда мы тоже, как белые ангелы, были. И радовались тому, что мы все вместе. И на это событие уже, на круиз в 2017 году, я отправилась также со своей командой. То есть несколько моих личных партнеров, и они со своими партнерами, и так далее, уже присутствовали здесь. Я этому тоже очень рада, потому что это тоже укрепляет команду и укрепляет отношения в команде, цементирует отношения людей к этому всему. Некоторые, между прочим, продолжают еще оставаться на такой волне, ну вот, как я сказала, как песчинка, которая попала вот этот в поток какой-то, и в этом потоке несется. Все куда-то несутся, и я куда-то несусь. Некоторые есть, скажу вам честно, но тем не менее, от события к событию люди созревают. Люди созревают. И не видеть того, что ты находишься в необыкновенной компании, это невозможно. Это невозможно просто. И особенно вот это. Я, конечно, могла какую-нибудь другую фотографию для вас выложить, но вот такую выложила. Вы знаете, о чем идет речь. Это когда идет там в Доминикане Шерепублик на берегу океана, как это называлось там, обновление свадебной клятвы. И вот это один из эпизодов. Очень классный. И вот последнее событие, на котором мы были тоже командой, команда, которая была намного больше, чем здесь у нас на этом мосту, сфотографировалась. Вот это чувство командного духа, оно как-то не покидает меня, и я просто не могу никуда двигаться одна. Если вы захотите выискать мою фотографию, скажете, а где же там Люба? Почему-то Любу не видать. То вы просто найдете Любу среди большого количества людей. Если там где-то в моей команде, то там нахожусь и я. Ну вот так вот, чтобы я стояла одна сама любимая и позировала. Что-то как-то у меня не получается такого, не знаю. Но, может быть, это и правильно. Потому что я очень ценю, что очень многие люди, которые пошли за мной, они в чем-то копируют меня, копируют мой опыт. Или, может быть, чему-то учатся из того, что я говорю. И я стараюсь ни на одну секунду не прерывать связь со своей командой. Эта команда, как я уже сказала, большая. Но, правда, эта команда, она уже там 10 или 11 уровней подо мной. Ну и, конечно же, я уже многих людей там внизу не знаю, но стараюсь знать. Я всегда вижу звездочек, которые работают и которые что-то делают. И люди тоже тянутся где-то за помощью. Мы очень много времени уделяем тем партнерам, которые хотят быть с нами, но не владеют техникой. Они не очень дружные, не на «ты» с компьютером. Мы таких людей не отсекаем, не говорим, ну что, твое время уже прошло, иди теперь семечки щелка или носки вяжи. Нет, мы таким людям тоже помогаем. И таким помощником моим является Нелли Дитшпиц. Мы с ней очень много проводим такой менеджерской работы и технической работы. Мы помогаем людям вести аккаунты, мы помогаем делать заказы, мы помогаем делать регистрации. Это очень много висит на нас, но все больше и больше наших партнеров начинает это делать самостоятельно. То есть моя цель, чтобы все люди не висели на мне, и чтобы я не как рабыня из аура обслуживала свою команду, а чтобы я просто элементарно людей обучать могла. И я очень рада, что многие из них это сегодня сами делают. Я даже прямо вот кто стоит здесь на мосту, прям могу сказать, что они почти все, за редким исключением, делают это самостоятельно. То есть люди понимают, зачем они сюда пришли, люди понимают, за кем они идут, люди видят цель, большинство из них, и люди к этой цели стремятся. Я стараюсь изо всех сил им в этом помогать. И сегодня Эйпель является частичкой моей жизни, причем достаточно большой частичкой. Я уделяю этому большое время. Хотя работаю я из дому. И должна сказать, что хотя время мое сейчас уже иссякает, но я хочу, может быть, кто-то присутствует здесь, те, которые меня не сильно хорошо знают. И многие привыкли к тому, что лидеры, они разъезжают, путешествуют, всегда проводят какие-то встречи, чтобы кому-то что-то рассказать. Они садятся на машину или садятся там на поезд, или даже в самолет, летят, встречаются с кем-то и рассказывают ему то, извините, что можно рассказать сегодня по скайпу. Сегодня мы открываем, смотрим телевизионную передачу, идет, например, там новостная передача, кто-то какое-то слово свое говорит. И откуда он говорит? Мы видим, что он говорит со скайпа. В новостную передачу врезан экран, и видно, что человек со скайпа говорит какое-то свое слово. Почему мы должны сегодня тратить энергетический ресурс, время собственное, убивать свои силы, и куда-то ехать, чтобы кому-то рассказать, кто он такой? Он еще нуль. Он пока только кандидат, быть или не быть в моей команде. Почему я должна столько ему времени уделить? У него есть скайп? Нету. Пускай его загрузит. Пускай садится. Сядем вот так вот, откроем экран. Я ему и покажу, и расскажу, и объясню. Будет необходимость встретиться, если он хочет презентацию у тебя, у себя какую-то собрать, там народ собрать. Другое дело, можно еще и выехать. Поэтому я работаю в основном из дому. Я выезжаю, конечно, по просьбе своих партнеров, если они собирают презентации и поддерживают. Но в основном работаю из дому. Потому что если ты живешь в 21-м, извините, веке, то такие уже средства массовой коммуникации, как, например, тот же скайп, телефон с ватсапом, уже на сегодняшний день не писк какой-то моды, не такая уж новинка. Это уже даже прям уже давнишнее средство. Его надо иметь всем. Тем более вести современный бизнес обязательно надо. И таким образом я, ну, наверное, из-за этого у меня увеличивается количество времени, которое я могу посвятить своему делу. И этому же я тоже учу своих людей. Я очень-очень рада, что сегодня, несмотря на ранний час, многие люди из нашей германской структуры подключились сюда. Я, конечно, точно знаю, что я не рассказала всего, чего я хотела, потому что я настолько почему-то была взволнована, хотя я это всё сто раз уже рассказывала, и на более таком полном варианте. Так что, если кто-то ещё хотел бы общаться, или какие-то вопросы имеет, или хотел бы что-то там уточнить, мы встречаемся довольно часто на семинарах. Почти на всех семинарах я обычно какую-то тему имею, какую-то тему рассказываю. Если не рассказываю, значит, можете подойти ко мне на паузе, и мы можем с вами поговорить. Ну и, безусловно, мы можем просто вот таким образом с вами общаться. Со многими мы встретимся на круизе. Я уверена, даст Бог, что всё будет благополучно. И мы окажемся снова на борту лайнера, и там у нас будет возможность точно так же общаться и, соответственно, обмениваться опытом. Ещё раз всех благодарю за то, что вы выбрали время и побывали здесь. Всем огромное спасибо и очень надеюсь, что хоть чуть-чуть, но кому-то помогла.